Куртлер Когда в субботу 2 декабря я летел мимо, уже не помню мимо чего, так как летел совершенно бесцельно, я влез в желудок и изнутри взорвал бомбу. Куртлер испугался, когда увидел, что это я, Йон Кихи. Ракета летела сама, а мне уже не было охоты на очередное изнурительное приключение. Я спокойно вернулся в ракету. Сделай мне еще один тост с яйцом. Мой внутренний голос подсказывал, что бы я собрался, но я был не в настроении. А тогда, на футурологическом конгрессе, когда объявили голосование. Тихий не позволит с собой помыкать, так? Да я решаю. И Йон Кихи не даст себя в обиду. Скажите, Тихий, я пытаюсь сосредоточиться. И если бы вы хотя бы днем надевали штаны? Пожалуйста, не перчите яйца. Яйца с перцем невкусные, так? А те откуда знать? Ты голограмма. Ты никогда еще не ела. Топливный бак пустой, но почему? Это невозможно. Только что он был наполовину полным. И вот так началось новое приключение, хотя я совершенно этого не хотел. Я понятия не имел, на какой планете мы совершили аварийную посадку. Я пошел в библиотеку и проштудировал космическую энциклопедию. Но по книге в этой области не должно было никаких планет. Так где же я приземлился? К тому же у меня было впечатление, что я уже когда-то тут был. Спайн Тихий, я этого не понимаю. Бак точно не был пустой? Ясно, да. Так же ясно, как то, что перец не годится к омлету. Я начинаю беспокоиться, потому что все, что ты делаешь, не имеет смысла. Я знаю, что я делаю. Не знаю, что ты вообще не приспособлена для настоящей жизни. Но у меня не было выбора. В ракете не было бензина. Я был вынужден поискать заправочную станцию. Но мне было немного не по себе. Взять с собой веревку? Или не брать веревку? Почему об этом спрашиваете? Я же всего лишь глупая голограмма. Теперь ты права. А мне не нужна веревка. Окрестности были необыкновенными. Но я же был великий герой, а это был всего лишь небольшой подлесок. Это не проблема для Ион Тихова. Ты что, линолеум с душем? Я хотел вернуться в ракету. Я нашел от нее довольно немного. Ну, мог вполне сделать еще несколько шагов. Ион Тихова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Верёвка? Я ведь оставил её в ракете. Как это могло случиться? А Дикий Курдль? Ведь Курдли живут только на планете Токов. Это всё не имело смысла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь нет бензозаправки. А? Ешь. А если внутренний голос тебе говорит, чтобы посыпать яйца перцем, так посыпь их перцем. Внутренний голос говорил мне только, что я злился от того, что вообще вышел из ракеты. Дурацкий пустой бензобанк. Если бы он не был пустой, моя галлюцинелла всё ещё удобно пилотировала бы меня по космосу. В этом твоя проблема, Йон Тихий. Если позволишь помыкать с собой этой галлюцией... Как её там? То скоро она займёт твоё место в ракете. Откуда вам это знать? Вы меня знаете? Йон Тихий был когда-то великим героем космоса, а не растяпый. Кто говорит, что я растяпа? Я Йон Тихий, а галлюцинеллу я сам создал. Я её шеф и герой космоса. Что тут происходит? Что тут происходит? Вот видишь, Йон Тихий, до чего ты дошёл? Говоришь, ты герой космоса? Кто бы подумал, что ты так кончишь, Йон Тихий, зализанный до смерти моим маленьким курдликом. Вдруг мой внутренний голос сказал, что так дальше продолжаться не может. Так можешь всё-таки. Мой герой, Йон Тихий, а теперь отправляйся в ракету и приведи в порядок свою жизнь. Выброси к чёрту эту голографическую мартышку. Нет, я этого не сделаю. Именно сделаешь. Я-то знаю. Не сделаю. Йон. Йон. Слушайся свой внутренний голос. Что ты делаешь? Ты опять становишься старым Йоном. Звёздные дневники? Йон Тихий убегал, моля спасение от курдля. Лежит на земле, подходит старушка. Видишь ли, Йон Тихий, до чего ты дошёл. Йон Тихий слиться и отталкивает курдля. Женщина довольно кивает головой. Это происходит именно в данный момент, мой дорогой Йон. Ты как раз читаешь собственную историю. Я правда не хотела, чтобы ты её узнал. Что узнал? Правду, Йон. Нелегко было тебя сюда заманить. Но это невозможно. Я тут случайно. Пустой и без обак ракеты. Верёвка. Мой курдлик, который тебя сюда притащил. Обо всём ты можешь прочитать. Когда-то всё было в порядке. Но потом ты начал делать вещи, о которых я не писала в своих рассказах. Это галлюцинелла, голографическая тварь. Это был не мой замысел. Посмотри. В книжках об этом нет ни слова. Тем не менее, ты её создал? Вы утверждаете, что я всего лишь персонаж из книги? И что сделаю всё, что вы настучите на этой машинке? Да? Полная ерунда. Я же существую в действительности. Что же это? Это, дорогой Йон Тихин. Это сайенс фикшн. Где всё возможно. Я просто написал рассказ о нашей встрече. Допустим. И как же эта история заканчивается? Тут написано, что я дам тебе силу. Ты выбросишь эту голографическую девку и снова будешь героем космоса. Йон Тихин, которого я придумал. Но тут нет ничего о том, что я найду комнату с пешмашинкой. А если я буду делать то, что я хочу? Тогда я перестану писать твою историю. И то, что сейчас происходит, будет последней главой. И концом. Я Ион Тихин, и делаю то, что мне нравится. Возвращаясь к ракете, я вспомнил о пустом бензобаке. Я было засомневался, и вдруг мне пришла одна мысль. У меня же теперь была пишущая машинка. Когда я вернулся в ракету, я убедился, что бензобак все-таки не был пустым. Испой Тихин, бензобак вовсе не пустой, да я знаю. Но что тут горит? Омлет с дополнительной порцией перца. На вкус ужасный, как я и думаю. Ты сумасшедший. Стартуем. Сиди, сиди. С сегодняшнего дня ты управляешь ракетой. Сама. Понятно? Я? Да. Это твое новое задание. Это причина, по которой я тебя создал. Как герои космоса, мы вместе переживем еще много прекрасных приключений. Иди, вперед. КОНЕЦ Потом говорили, что эту историю я выдумал, а злопыхатели, позволяя себе инсинуации, будто я питаю слабость к алкоголю и тщательно скрывая это на земле, предаю своему пороку в течение долгих лет космических путешествий. Одному Богу известно, какие еще сплетни распространяли. Но таковы уж люди. Они охотнее верят самой невероятной ерунде, чем подлинным фактам. Субтитры создавал DimaTorzok